Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Пять минут молестью о помощи молю. Ты меня вообще слышишь, пони? Ага. А ты ничего. Симпатичный. По-моему, с тобой не все в порядке. А, вспомнил. Однажды моя мама Фонни приносила после праздника какой-то странный напиток. И сама она была странная. Мы с папой этого никогда не пробовали, поэтому... Вы... Что? Вы ни разу этого не пробовали? Да вы же так много... Послушай, мой отец дракон, живущий в одинокой скале. А я был еще маленький. И папа так удивился, что аж полетел к зебрам за лекарством. Ну и в общем, оно быстро снимает какое-то там... Объянение. Пойдем ко мне домой. Я помогу тебе. У меня еще осталось. Ну уж нетушки. Никуда я с тобой не пойду. Я отойду через 2-3 часа. Есть черепа помощи. Мда. Очень хочется справлять тебя одну ночью в лесу с этими монстрами и... Да я сама кого хочешь за вас. Ой. Понятно. Если ты сейчас же не пойдешь со мной, завтра же я скуплю весь сидр в поневиле. Шшш. Шшш. Не-не-не. Ты гульфуешь. Тебе нет. Нет столько денег. Ты не можешь знать. Я, например, на дракон. А они всю жизнь собирают сокровища. Ладно, ладно. Я поняла. Вы срочи меня в свою уютную драконию пещеру. Ого. А я и правда думала, что ты живешь в пещере. Но твой дом просто класс. Такой яркий. Яркий. Да уж, пожалуй. Понимаешь, это место такое темное и мрачное. Поэтому я решила низкий в него немного цвет. Сначала я делала маленькие фонарики, но потом, потом это преврисло в огромное хобби. Мой талант делать разнообразные спящиеся украшения. И вокруг моего дома так светло, что монстрам некомфортно находиться рядом с ним. Любой заблудившийся пони быстро найдет дорогу в моем доме. А уж я-то тут все знаю. Да уж, не дурно ты тут устроился. Ага. Эй, погоди-ка. Ты что, специально пытаешься меня отвлечь? Сейчас схожу в лекарство. Мне что, пить это? Сколько этой бутылки лет? Что, забыла про наш уговор? М-м-м-м. Ладно, выпью твой зебринский компот. Но сидр? Сидр не трожь. Это просто божественно. И мне уже намного лучше. А ты потрясного видишь? Какие крутые крылья и хвост. И твоя лапа. Да, и обычно это пугает всех пони, что видит меня. Разве тебе не кажется, что это жуткий, ну или хотя бы неправильный? Нет, по-моему, ты очень даже милый. Ну, знаешь, что дотащил мою тушку до дома и еще и вылечил от этой моей бредной привычки. Так, и мне нравится, как ты выглядишь. Спасибо. Ну, и ты тоже выглядишь потрясно, да. О, да, я знаю. Ну, в таком случае, может, чаю? Чаю? Нет. Пойдем лучше прогуляемся. Ночью так красиво. Прогуляемся? Вот так сразу? Не выпив чаю? Ага. Ну, в таком случае... А почему бы и да? Да. Знаешь, а я ведь так и не спросила, как твой зовут? Ой, точно, я тоже. Мое имя Форест Флейн. Прикольно, буду звать себя ФФ. А меня Лэш. Но также я известна, как Укротительница или Зверолов. Ясно. Ах, красиво тут, да? Красиво? В смысле звезды? Они красивые, да? Ага, красивые. Какие одиноки. Знаешь, я часто сравниваю себя с ними. Почему же? Я думаю, в Паневиле всем весело и совсем не одиноко. Да, я живу в Паневиле, но на самой-самой его окраине. Там, возле вечной декорации. Я живу там одна. И единственные друзья, которые у меня есть, это мои животные. Знаешь, надо мне кажется, что они понимают меня на уголоке чемпионы. Это точно. Это точно. Бывает, не могу даже зайти в магазин, как они меня уже прогоняют. Мол, если ты не можешь определить, что ты будешь в травяной спейк или барбекю, тогда проваливай. Или мы не подаем напитки со взбитыми сливками, если это только не молочный коктейль. А вот ты немного больше похож на животное. Тебе кажется, что я похож на животное. Нет-нет, я не в том смысле. Ты совсем немножко похож на животное, а я люблю животных. Нет-нет, не обижайся. Я умею лятнуть что-то не то. Наверное, поэтому меня так не любят. Нет-нет, извини, дело не в тебе. Ты просто не понимаешь. Забудь. Ты пока что единственная пони, которая относится к мне как пони. Понимаешь? Я не видел раньше таких, тебя узнать хочу. И хочешь, можно побыть подольше нам с тобою. Ты так заинтересовал, а я ищу друзей. С тобою можно пропасть перед городских огней. Я сражен улыбкой твоей, и лишь могу мечтать, чтобы мой юмор тебя не побуждал убежать. Да, любая шутка мила из тех, что я поняла. Похоже, я твою страсть уже перенела. Нечто начинается здесь, словами не описать. Какой же шанс у нас есть, и как я этому рад. Веришь ли ты сам в этот шанс? Как его осознать? Я знаю, всё против нас. Нам нужно лишь желать. Как пугагачи нежна, в глазах твоих тону. Наивна жизни полна. Я твоя пони вайфу. Как больное сердце стучит, неужто наяву? Судьба мне благоволит. Я твоя пони вайфу. Поведай безрассудно мечты, раскрой мне суть своих снов. Так важно, что скажешь ты, на верное любовь. Вот и я тебя люблю, как сахарок по рту. Чего ещё мне желать? Я твоя пони вайфу. Я приду, лишь стоит позвать. Когда и я приду. У нас же дружба навек, а я же пони вайфу. Ты мне светишь, словно звезда. Брандзим в любую мглу. Ты для меня целый мир. Я твоя пони вайфу. Впереди вся вечность у нас. Огромный мир сияет. Ты словно клад не нашлась. И не потеряй. Бабушка Карина Утюгни телефон, положь его на место. Почему не звонит он? Кто обмечает Новый год почти во февраля, Тот поступает очень мудро. Ля-ля-ля-ля-ля. Бабушка Карина, больше не пей. Не пей, не нюхай клей. И будет всё окей. Бабушка Карина, кувшин не пей, сюар. Ша сказала я, ты меня достал. Эх, меня прёт, меня прёт, Мухоморов полный рот. Вот такой вот доворот. Ты меня прёт.